Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Сегодня мы, братья и сестры, чествовали видение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Частное событие жизни Пресвятой Владычицы стало общецерковным. Для того, чтобы разобраться в этом, давайте вот о чем поразмышляем. Храм. В Ветхом Завете был один храм на весь израильский народ. И нужно заметить, что это был единственный храм вообще в мире, где совершалось почитание истинного Бога. Синагоги, как мы знаем, это не храмы, это места собрания, это школы, библейские школы. И единственное место, где приносилась Ветхозаветная жертва во славу Единого Бога, это Иерусалимский храм. Многое изменилось с тех пор. И апостол Павел сказал очень важную вещь о том, что мы храмы Святого Духа. «Каждый человек, принявший крещение, становится храмом». А что значит храм? Само слово, конечно, храм – строение. Но это непростое строение. Мы знаем, что храм освящается. Совершаются определенные по чину молитвы. И это место, в котором совершаются таинства нашей Церкви. Для чего совершаются таинства Церкви? Для того, чтобы человека сделать храмом. Потому что храм – это место, если быть точным, это место изгнания Бога из нашей человеческой жизни. Бог, по сути, единственное место, где имеет пристанище в этом мире – это храм. Люди сказали, уйди от нас. И единственное, по сути, место, где говорят Господи, «Приди и вселися в ны», – это храм Божий. Конечно, дом каждого христианина тоже становится храмом. И поэтому часто дома называются храминами. Храм, большой храм, он называется собором. Собор – очень важное слово. Оно обозначает не только строение архитектурное, но и обозначает также и собрание, которое является самым высоким собранием в Православной Церкви. Это поместный собор или архиерейский собор, или просто духовенство, собравшееся на молитву, называется собором. И не только духовенство, но и все миряне, потому что поместный, в частности, собор – это собор не только священства, но и представителей мирян. В храме преодолевается эгоизм, в храме преодолевается гордыня. Часто люди говорят такие слова, как бы не ведая до конца, что они говорят. Они говорят, я приду в храме и спокойно помолюсь, когда никого нет. В этом ничего нет плохого, но храм предназначен не для частной молитвы. Частная молитва – это твой дом. Войди в дом твой и сотвори молитву в тайне, и Господь, видя тайное, воздаст тебе яви. А здесь мы призваны быть одним целым, призваны соединиться в одно тело Христово. Почему человек становится храмом? А потому что Церковь – это его тело. Если бы Христос не пришел в этот мир, человечество, то есть имеется в виду Церковь, не стало бы телом его. Они так и оставались бы разрозненными. И поэтому Господь именно для Церкви открывает величайшую тайну Божества, что Он троечен в лицах. До того, как была создана Церковь, человечество знало только о том, что Бог един. Но когда Господь пришел в этот мир, ставший человеком, и не спасался Святого Духа, Он открыл тайну единства лиц Пресвятой Троицы. До этого человечество не смогло бы вместить и понять эту величайшую тайну. И поэтому мы должны быть едины по образу Пресвятой Троицы. И это единство Пресвятой Троицы прежде всего в любви. И только Бог есть любовь. Все остальные определения любви, они относительны, потому что без Бога любви не бывает. Бог есть любовь. Люди часто используют это слово «любовь» и в основном часто имеют в виду чувства. Но в Священном Писании нет речи о любви, как о чувстве. Если по отношению к Богу, то Господь говорит «Если кто любит Меня, тот исполнит Мои заповеди». То есть, другими словами, Он будет действовать. И по отношению друг к другу Он тоже говорит «Носите тяготы друг друга и тогда исполните закон мой, закон любви». И, конечно, из-за этого очень много всевозможных возникает проблем, когда люди пытаются отождествить любовь полностью и с понятием чувств. возникают очень серьезные перекосы в жизни, потому что люди пытаются выдавить какие-то чувства, но чувства — это самая неустойчивая область человеческого существа. Чувство может стать как бы стабильным в душе человека только с Божьей помощью. Без Божьей помощи чувства не могут быть стабильными. Их легче всего расстроить. Каждый из нас по опыту знает, насколько легко ранить чувства, насколько легко их просто привести в смущение и смятение. И только путем деятельной любви человек может приобрести некую сбалансированность чувств. Так вот, Дева Мария — это малышка, которой было всего три годика, ее оторвали только от груди материнской. И по обету она была введена во храм Божий. И там она пребывала до 14 лет. Храм Иерусалимский скорее напоминал монастырь. Это огромный комплекс с прилегающими вспомогательными зданиями, где находились девицы, которые служили Богу. в общем-то жизни при Иерусалимском храме кипела. И вот там Дева Мария училась закону Божьему, то есть изучала священные тексты. И в Ветхом Завете, вообще на Востоке, было очень свойственно изучать Священное Писание наизусть. Так продолжали делать монахи египетские, то есть по сути это первые монахи, потому что монашество возникает как такой организованный институт церковный в Египте. Они изучали Священное Писание наизусть. Мы помним, когда Спаситель говорил слова свои, то она слагала их в своем сердце. То есть она наполняла словами Божьими свое сердце. Так было у нее всегда. До того, как она услышала первые слова своего сына, она изучала Священное Писание. Когда голова человека заполнена, как апостол Павел говорит, здравыми смыслами, в этой голове меньше всевозможных плохих помыслов, потому что эти добрые помыслы, здравые смыслы, каких определяет апостол Павел, они являются неким иммунитетом против злых смыслов. Каждый христианин должен заучивать из Священного Писания что-то наизусть. Это очень полезно для его души, для того, чтобы противостоять именно какими-то текстами, цитатами Священного Писания всем тем натиском злого духа, который часто пытается человека сбить с пути. И когда он вспоминает Священное Писание, то он всегда может руководствоваться этим текстом и поступить правильно. Она вошла в храм, как сегодня в Песнопении говорится, что она причистый храм Господень и вошла в храм Божий. Мы когда входим в храм Божий, мы тоже должны помнить о том, что мы храм Святого Духа. Если человек забудет о том, что он храм, то тогда он будет выстраивать какую-то другую жизненную философию. Он тогда будет считать себя чем-то другим. А если человек считает себя чем-то другим, то он может очень небрежительно относиться к своим дарованиям душевным и телесным, которые Господь дал. Когда мы помним о том, что мы храм, значит, мы стараемся себя не осквернять, потому что мы знаем, как в храме нужно себя вести. В храме человек не позволяет себе каких-то ругательных слов. В храме он не позволяет себя вообще вести себя неподобающим образом, но старается вести благообразно и по чину. И вот если христианин будет осознавать, что он храм, то и, конечно, будет соответственно относиться к своей жизни. Иногда хотя бы нужно об этом вспоминать. Я храм Святого Духа. А что в этом храме сегодня совершалось? Многие говорят, что можно креститься, а потом не обязательно вести церковный образ жизни. На что тогда будет похоже этот храм? Потому что крещение это освящение человека под храм Божий. То есть другими словами человек с момента крещения становится храмом. Представьте себе, что мы в нашем храме не будем совершать богослужения. И было такое время, когда в советское время наш храм в 1939 году он может быть я ошибся в 1930 даже в 1930 году наш храм был закрыт. И что здесь только не устраивали. Но молитвы здесь не было. И бывает так, что человек крестится и десятилетиями в этом храме, то есть в храме души и тела человеческого не совершается молитва, не совершается таинство. Мы воспринимаем храм, в котором не совершается молитва, как поруганный храм, как оскверненный храм. А представьте себе, что огромное количество людей, которые поруганы, брошены, как храмы в советское время. Более того, там что-то другое делают в этом храме. Какие-то абсолютно другие вещи. И нам всегда больно, когда мы видим подобное, что православный христианин может даже другую молитву произносить. Эта молитва может быть богохульством в адрес Бога, каким-то кощунством. Об этом нельзя забывать. Если христианин перестанет об этом размышлять, то в результате будут миллионы брошенных храмов. Так и происходит сейчас на Руси огромное количество брошенных храмов, храмов телесных, храмов душевных. Ведь это страшная ситуация. Помните, как было в те времена тяжело видеть эти запущенные храмы, я имею в виду, которые стояли на нашей земле. Иоанна Притеченский собор был тоже брошен, другие вообще разрушены или превращены в какие-то места неподобающие. Что ждет человечество, которое запустило храмы свои, когда бросили свои храмы? помните, как говорили всегда на Руси, в первую очередь нужно помнить, что храм не в бревнах, а в ребрах. В этом вся, наверное, опасность для человечества, потому что количество оскверненных храмов увеличивается. Мы можем вспомнить много всевозможных замечательных историй, когда люди, стоящие в храме, думают о чем-то своем. И только, может быть, один или два человека, стоя за богослужением, они молятся. я вспоминаю, как было открыто одному монаху, он видел храм, наполненный людьми, в котором было молчание, при этом люди открывали свои рты. Но когда он подходил, он видел, что вроде бы они напрягаются, но никакого звука нет. И оказалось, что молитва этих людей абсолютно бессильна, она не имеет никакой энергии, потому что люди заполнены как неким угарным газом помыслами, которые чужды для подобающего места. И только некоторые звонко возносили свои молитвы, потому что эти молитвы были действительно, как мы говорим, в народе от души. Всегда мы говорили о том, что соборная молитва, она имеет огромное значение для нашей жизни, потому что молитва всех вменяется каждому, и молитва каждого, она совершается за всех. Подобно тому, как в храме возжигают на подсвечниках свечи, и в какой-то момент мы понимаем, что эти свечи, они соединяются в некое единое пламя, не разделяются эти огоньки, а становятся одним светом, который озаряет тьму в храме. Так и молитва каждого из нас, если она не занята помыслами, то, о чем мы постоянно говорим, потому что вся духовная жизнь, она ведется за сердце человека, за его внутренний мир, чем будет наполнен этот внутренний мир? Если он будет наполнен светлыми помыслами, то значит, что душа живая, она дышит таким чистым воздухом молитвы. А если там помыслы, то скорее можно сказать, что эта душа скорее мертва, чем в аскетической литературе, ну и священном писании в том числе, смертный грех. Смертный грех это грех, который убивает душу, который душу делает мертвой. И признаком вот этой мертвой души это бесконечные помыслы, которые мучают нас, которые живут внутри нас, как будто злая сила поселяется в человеке. Человек не способен мыслить самостоятельно, свободно, он постоянно находится под неким давлением вот этих злых помыслов. И поэтому сегодняшний праздник введения во храм Пресвятой Владычице нашей Богородице он как бы нас учит тому, что вхождение наше в храм это очень важное событие для нас в том числе для каждого из нас потому, что с храма начинается наше созидание внутреннего храма храма души и тела об этом нужно размышлять об этом нужно помнить что без храма не может быть внутреннего храма потому, что через этот внешний храм потому, что некоторые говорят самое главное иметь Бога в душе и как правило такие слова говорят люди совершенно далеки от Бога молитва непрестанное прославление прославление Бога а если этого не происходит значит мы его не чувствуем потому, что его внутри нас нет и когда мы приходим в храм то храм нам напоминает о том какой должна быть наша жизнь и к чему мы должны стремиться в нашей жизни я думаю что особенно сейчас когда это поветрие злое которое вышло как костлявая смерть с косой и костит множество людей это время очень хорошо нам говорит о том что наша жизнь она скоротечна и нельзя легкомысленно относиться к своей жизни потому, что в какой-то момент все может рухнуть все то непрочное здание жизни которое мы строим и очень важно что в душе человека стал ли он храмом святого духа если он не стал храмом святого духа то кем он войдет в вечную жизнь когда предстанет перед Богом с чем он туда войдет с полной пустотой и со страхом только за свое телесное здоровье вы же посмотрите не все ведь болеют кто-то болеет кто-то умирает хотя мы все составляем одно общество мы даже в храме сейчас заходим мы не знаем кто-то может быть сейчас имеет эту болезнь внутри себя он даже не подозревает об этом и кто-то может заразиться а кто-то нет от чего это зависит некоторые скажут это зависит от иммунитета а сколько умерло людей которые ведут очень здоровый образ жизни которые имеют очень хороший иммунитет причем сгорели очень быстро и вот вчера я просто смотрю в новостях женщина которой 102 года она уже дважды переболела этим ковидом и вышла здоровой хорошо себя чувствует что можно сказать об этой болезни она в руках божьих братья и сестры это вовсе не говорит что я призываю к легкомысленности какой-то пренебрегать всеми санитарными нормами и так далее но сходить с ума на этой почве чтобы человек приобретал некие фобии на этой почве помните мы уже говорили о психических расстройствах которые часто сопровождают человека когда он боится отравиться заразиться какой-то болезнью он становится душевно больным поэтому нужно помнить что наша жизнь в руках божьих мы появились в этот мир по воле божьей и покинем этот мир тоже по воле божьей когда богу будет угодно все в руках божьих пусть каждый об этом помнит и не забывает молиться потому что многие настолько боятся что понимаешь что для них уже жизнь не закончилась они загнаны в какую-то внутреннюю тюрьму и живут там как заключенные в тюрьме в темнице они постоянно гонимы собственным ужасом убояшись со страха там где его нет будет убегать грешник от страха и прятаться но никто за ним гнаться не будет вот в этом и весь парадокс болезни братья и сестры это бог проверяет человека на его веру не будем бояться а будем жить спокойно иначе если бы врачи боялись они бы не помогали больным и множество других людей которые вынуждены работать и трудиться на передовой должна быть просто некое здравомыслие но не страх божье вам благословение и пусть матерь божия будет тем покровом который будет давать вам покой мир и тишину и спокойствие и уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне хранить господь субтитры